Дрожжи И сахар для их активизации Одну чайную ложку сахара Размешиваем И пока убираем в сторонку В миску вливаем немного горячей воды Не горячей, а теплой воды Туда же добавляем одну столовую ложку соли Один стакан муки До конца 25 грамм сливочного масла Оно у меня подтаявшее И две столовых ложки оливкового масла Один Два И теперь этой же ложкой Ой, этой же ложкой Размешиваем массу Также сверху кидаем наши дрожжи Размешиваем Надо размешать вот до такой консистенции А дальше уже про доза и тропаем Размешиваем Пару И затем готово Пару Оливочное масла Трапир Оливочное масла Сливочное масло Нrick Soث Справа Альпурат Использую курины Чем дольше мы замешиваем тесто, тем эластичнее оно становится. Теперь к нашему тесту добавляем сыр, потому что мои палочки будут сырными. Убираем тарелочку и теперь замешиваем тесто с сыром. Для этого рецепта нужен сыр твердых сортов, он больше всех подходит. Хорошенько размешиваем тесто с сыром. И вот наше тесто готово. Я накрою его полиэтиленом. Накрою полотенцем. И отправлю отдыхать тесто в теплое место на 30-35 минут для брожения. Наше тесто подошло. Оно стало очень мягким и эластичным. Сейчас я посыпаю стол мукой. Это для того, чтобы тесто не прилипло к нему. И раскатываем тесто в пласт примерно 5 или 7 миллиметров. А теперь раскатываем тесто. КОНЕР ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь я плачусь мне. А теперь я плачусь. сейчас я закончу катать тесто и посыплю полосочки белым кунжутом и это будет очень-очень вкусно совсем немного и наше тесто уже почти готово надо немного обсыпать муку и катаем все тесто раскатано а теперь я разрежу на полоски а теперь я обсыпаю нашу лепешечку белым кунжутом я думаю чем больше кунжута тем вкуснее готово теперь я немного скалкой придавлю нашу лепешечку чтобы кунжут не выпадал очень мягко провожу по тесту готово надо немного нож присыпать мукой чтобы полосочки резались легче начинаем делить наше тесто на полосочки вот так вот делим первая хлебная палочка это выглядит уже довольно аппетитно вот так вот так вот и подойдут в качестве снэка разрезаем оставшееся тесто палочки должны быть тонкими я заранее застелила противень пергаментной бумагой теперь перенесем палочки сюда между палочками должно быть расстояние у меня духовка заранее включена и она уже горячая а при температуре 220 градусов выпекаем наши палочки в течении 15 или 20 минут отправляем палочки в бутылку ой ой палочки выпекаются наши хлебные палочки готовы вытаскиваем их ммм аромат стоит на всю кухню пахнет очень-очень вкусно делаем это аккуратно чтобы не обжечься закрываем духовочку а вот и наши наши хлебные палочки они вышли очень румяными и красивыми но пока они очень горячие ммм какой запах аромат хлебных палочек стоит на всю кухню пахнет очень-очень вкусно наши хрустящие хлебные палочки готовы готовьте с удовольствием спасибо за просмотр пока